Пульс города в эфире. Приветствую всех, кто сейчас нас смотрит. Хочу сразу представить нашего сегодняшнего гостя. У нас в студии Анатолий Николаевич Луцик, председатель городского собрания Сочи. Анатолий Николаевич, насколько я знаю, 12 марта 1996 года. Сейчас уже сложно представить, но это в прошлом веке было. Прошла первая сессия у сочинских депутатов. С тех пор прошло 15 лет, и, наверное, за это время были и взлеты, и падения. Так вот, какие достижения сочинского городского собрания вы, вот лично вы, считаете наиболее значимыми? Вы понимаете, все созывы, первый, второй, третий, четвертый, они все были значимы. Потому что шло становление нормативной, скажем, базы, законодательной базы. И каждый созыв имел свое значение. Если возьмем первый созыв, то фактически они руководствовались только на уставе города и на отдельных федеральных законах, краевых законах, которые только-только разрабатывались. И первые созывы городского собрания, они принимали различные решения. Они фактически где-то совмещали работу исполнительного органа власти, администрации города. Они решали вопросы, отпустить ли мэра в командировку, согласование, допустим, с замом главы города, согласование глав районов города, сельских округов и так далее. Но, тем не менее, это было нужно. Это была та эпоха, было то время, это было нужно решать. Конечно, с учетом второго, третьего созыва ушло совершенствование работы. И, вы знаете, я бы сказал бы таким образом, если мы вспомним наш Верховный Совет, который проходил Российской Федерации, Государственная Дума сегодня отличается от того, что было раньше. Там нет тех ярких споров, не таких ярких споров, а может быть, нет тех дискуссий ненужных. Потому что пришли люди профессионального плана, люди пришли подготовленные, знающие и умеющие делать. То есть вы считаете именно в этом дело? Я считаю, что в этом дело, да. Вот, допустим, сегодня четвертый созыв и третий созыв депутатов городского собрания. В чем принципиальное отличие? Отличие в том, что мы сегодня четко работаем по 131-му федеральному закону. И те функции, которые ответственны представительному органу власти. То есть фактически мы занимаемся решениями городского собрания. Мы прорабатываем нормативно-правовые акты, которые вносятся главой города. Да. И мы осуществляем контрольные функции, которые свойственны сегодня городскому собранию в Сочи. Но мы не лезем в работу исполнительного органа власти. То есть администрацию города, которая подчиняется главе города Сочи. Ну вот когда вы стали председателем городского собрания, ну, будем так выражаться, вы получили вот все это хозяйство в свои руки. Вот как вам уровень, скажем так, подготовки этого хозяйства и готовности к каким-то, может быть, новым свершениям? Вы знаете, как бы такового хозяйства нет. Оно небольшое. Аппарат городского собрания 35 человек всего лишь. Депутаты это 50 человек. Это главный корпус. Это как бы ударная сила. Вот. И я бы не сказал бы, что это хозяйство. Я бы сказал бы, что это вот, это прежде всего коллектив людей. В четвертом созыве у нас 28 депутатов с прошлого третьего созыва. И поверьте, как на любой работе, когда работает человек, он с каждым годом совершенствуется, становится профессионалом. И вот эти депутаты, которые с третьего созыва избрались в четвертом, они люди довольно-таки профессиональные. Они с опытом. Они уже знают, что делать, как делать. И меняется время. Меняется время. Меняются люди. Меняются отношения. То есть то, что было раньше, уже уходит. Я думаю, что мы уже надеемся на это. И как бы с уверенностью могу сказать, что не будет таких вещей, как кто-то где-то яро выступал, вывешивал плакаты. Я депутат, человек независим. Это было еще с первого созыва. Сегодня пришли люди, которые готовы работать профессионально. Они понимают, что функции городского собрания четко определены. И прежде всего, это мы представляем интересы наших граждан. Представительный орган власти. То есть мы представляем тех людей, которые нас избрали. Мы защищаем их интересы. Прежде всего, интересы их в интересах города Сочи. А вот кто именно их защищает? Если мы уже стали говорить об образовании, может, вы охарактеризуете вот этот созыв городского собрания? Я думаю, что созыв у нас получается 50 депутатов. Представлены фактически все отрасли города-курорта Сочи. Это санаторно-курортная, 8 человек. Это бизнес-предпринимательство, 15. ЖКХ-3, торговля, здравоохранение, образование, пенсионеры, один муниципальный служащий, то есть кто работает в городском собрании на освобожденной основе. 46 депутатов имеют высшее профессиональное образование. Из них 10 депутатов имеют степени кандидата наук. И я считаю, что это все-таки о чем-то говорит. А юристы? Среди них юристов, получается, как бы профессиональных юристов, где-то человек 7. Но я уже называл цифру 28 тех, которые пришли. Сегодня практически юристы в малом, в малом, каждый из нас. Потому что жизнь сегодняшняя застала нас сталкиваться с любимыми жизненными проблемами. Среди депутатов очень много руководителей. А руководитель, естественно, он несет ответственность, и он знаком с юридическими вопросами. Можно не в такой тонкости, как юрист-профессионал, но он владеет этими вопросами юридическими. Но с документами все равно приходится работать. Ну, не только с документами, а принимать решения, прочитывать. Иногда, я думаю, что как и руководитель, любой он может даже и поправить что-то, юриста поправить иногда. Потому что жизненный опыт, практика, она же все-таки откладывается. Я думаю, что опыт – это очень важный момент в жизни. Ну, вот помимо опыта, практики, как вы сказали, ну и, может быть, профессионального, хорошего образования, какие еще качества необходимы депутатам, как вы считаете? Ну, прежде всего, профессионализм, порядочность, стремление. И то, что, скажем, люди, которые пришли в депутаты, они отдают себе отчет в том, что они идут представлять интересы народа. И для них это очень важно, да, что они как бы верят в это. И других целей в них нет. Естественно, совесть. Для чего это нужно? Потому что, представляя интересы граждан, нужно представлять только в их интересах. Работая над программами, над планами города, надо думать над том, как будет лучше городу, а не отдельно взятым чиновникам и не отдельно взятым коммерческим структурам. Ну, если бы мы уже заговорили о работе с народом, о работе с избирателями, расскажите поподробнее, вот как она строится. Депутат работает в комитетах, в комиссиях, где мы рассматриваем проекты решения. Мы работаем над ними, мы вносим поправки, мы смотрим как юридическую сторону, так смотрим экономику, так же смотрим, насколько это целесообразно, насколько это будет выгодно городу, не будет ли ущерба. Это можно рассмотреть с любой точки зрения. Естественно, депутат работает в своем округе, в котором избирательном. Он выполняет наказы избирателей. У нас по наказам 2010 года на общий депутатский фонд была выделена сумма 150 миллионов. Это по наказам избирателей. Фактически в округа ушло по 9 миллионов рублей. И депутаты отработали, эти деньги ушли по округу, по отраслям администрации. Это здравоохранение, образование, ЖКХ, ну и так далее. И депутаты работают в округах. Я скажу про даже таким образом, что избиратели знают телефоны наших депутатов. Сотовые телефоны. И поверьте, часто встречаясь в компаниях, в рабочее время, им звонят люди. Помогите по такому вопросу, дайте то-то, окажите там помощь, денежную, там трубатичат, может быть сантехнику позвонить. А сколько с отключением электричества идет обращение. То есть депутаты обращаются, скажу, по разным вопросам. Вплоть до того, что, допустим, даже примирить семью, если кто-то за чего-то знает лично. То есть фактически как спасательный круг, я не скажу, что каждый, но большинство из них это да. Ну а вот скажем, такое дергание депутатов не мешает ли работе в комитетах? Ну, смотрите, у нас, согласно регламента, мы решение, которое вносится, мы ввели поправку, у нас проект решений поступает за 21 день, вносится на городское собрание. И мы до сессии рассматриваем эти все решения. Я думаю, что это депутата не мешает. Ну, как бы, конечно, он накладывает определенный печаток на личную жизнь, на личные какие-то расходы. Я думаю, что никто, здесь не скрывать-то нечего, что депутат лично тратит свои деньги. Кого есть возможность, кто занимается бизнесом, предпринимательством и так далее. Они оказывают помощь тем нуждающимся людям, где-то финансово, где-то в том, когда нужно пойти в администрацию, сделать депутатский запрос и решить какую-либо иную проблему, которая не решается, допустим, много времени. Я так думаю, что комитеты, они не были полностью одинаковыми в первом, втором, третьем и сейчас в четвертом созыве. Вот если говорить о четвертом созыве, появились какие-то новые комитеты? Да, да, безусловно. Мы разделили комитет по архитектуре и строительству, появился у нас комитет по спорту, олимпийскому движению, СМИ и молодежи. То есть, если в прошлом созыве было 8 комитетов, то у нас на сегодняшний день 10 комитетов и 8 комиссий, постоянно действующих. Ну вот если мы уже заговорили об Олимпиаде, то не секрет, что этот созыв называют еще олимпийским. В связи с этим, как вы считаете, это накладывает на депутатов какую-то особую ответственность? Ну, вы знаете, я считаю, что накладывает ответственность на всех горожан города нашего Сочи. Прежде всего, Олимпиада – это локомотив, который тащит за собой весь город. За Олимпиадой мы знаем, что к нам придет Формула-1, чемпионат мира по футболу. И это приносит городу международное признание. Он получит как бы своеобразную ту рекламу, которая не фатала. К нам приедут люди с других стран, о городе Сочи услышат, о городе Сочи узнают. И это стоит больших достижений. И то, что касается депутатов, естественно, те решения, которые идут, связанные с Олимпиадой, мы принимаем в первую очередь. Мы их рассматриваем, потому что мы не должны задерживать. Все то, что связано с Олимпиадой – это строительство олимпийских объектов, это дорог, развязок, дублера курортного проспекта. Оно должно все проходить как можно быстрее, но в интересах жителей города Сочи. Это забывать никогда нельзя. И вот приоритет жителей города Сочи мы ставим как бы на первое место. Ну, еще, я думаю, нельзя забывать о том, что Олимпиада – это две недели. А что будет после Олимпиады? То есть нельзя забывать и о послеолимпийском наследии. То есть послеолимпийского наследия, конечно. Вы очень правильно говорите. Я скажу следующим образом, что сегодня, да, Олимпиада – это как бы, как я говорил, это локомотив, который вытаскивает Сочи. Вытаскивает, просто вытаскивает. Сочи сегодня пилотный проект для России. И со строительством олимпийских объектов мы получим прекрасную инфраструктуру Красной Поляны, как горнолочного курорта. Это будут прекрасные трассы, хорошие отели, хорошее обслуживание, стандарты обслуживания. Но у нас остается побережье, оно остается социальным. 48% санаторий у нас ведомственные. Ну, что только ведомственные, они принадлежат ведомствам, как управленные делами, МВД, ФСБ, ну и так далее. Корпоративные санатории, РЖД, Норильский никель и тому подобное. Вот эти санатории составляют 48%. Все остальные санатории нуждаются в полном ремонте. Почему так? Потому что мир не стоит на месте. Сегодня наши конкуренты, как Турция, Болгария, они развиваются. Болгария развивается очень, тоже быстрыми темпами. Просто рядом с Северным Союзом она получает хорошие кредиты. Она быстро осваивается. Черногория, вот мы возьмем сегодня, прекраснейший курорт, соотношение цены и качества. И я скажу, что где-то в Черногории процентов так 20 людей от Сочи все-таки забрала. Да, появляются другие люди, все заполняется. Никогда не бывает, что 20 уходит, что-то не приходит. Нет таких вещей. Но, тем не менее, это все есть. И об этом надо думать. И надо думать не, когда закончится Олимпиада, надо думать сегодня. Я бы сказал, даже рам надо было думать раньше уже года 4 или 5 назад. Вот простой пример, который хочу привести вам. У нас есть генплан города, который все-таки приняли депутаты, есть право землепользуемой застройки, которые тоже приняты депутатами третьего созыва. Сегодня много поправок вносится в них. Но давайте так скажем. Мы и люди города, они довольны тем, что большое высотное строительство в городе произошло. Хаотично. То есть как бы не связано с друг другом. Тут мы выйдем роскошный небоскреб, скажем таким образом, тут же трущобы и так далее. И как это меняется, что это будет и тому подобное, это очень важный вопрос. Я считаю, что необходимо принять нам в этом созыве выйти с инициативой на главу города, чтобы все-таки план, генеральный план города был детализирован. И естественно, к нему были жестко, четко привязаны правила землепользуемой застройки. Что это дает? Мы должны понимать, что наш город не строится, наш город перестраивается. А если город перестраивается, то нужно время. Я бы считаю, что программу развития города нужно принимать на 20 лет. Конечно, нужно ее принимать было 10 лет тому назад, но как бы мы имеем то, что имеем. Если мы не сделаем это за вот эти два года, потому что все требует проработки и тщательной проработки, привлечения различных специалистов, то мы будем всегда начинать заново. Когда будет четкий генеральный план с детализацией, когда будет программа перестройки города, когда будет город разделен на четкие зоны, развлекательная зона, спальные районы, когда в спальном районе будет вся инфраструктура, которая необходима. Это школы, поликлиники, детские садики, инфраструктуру развлечений. Тогда мы получим тот город, который должен быть. И я почему говорю 20 лет, потому что нам придется город перестраивать. И должна быть открытость генплана. Вот только хотелось сказать, что должно быть доступно. И должны быть понятны правила игры для всех. Когда бизнес заходит, сегодня у нас получает следующая картина, что ряд объектов, даже под Олимпиаду, которая строится, я не беру олимпийские объекты, спортивные, а гостиничные комплексы, когда и так далее. Учитывая наши климатические условия города Сочи, окупаемость очень большая, то есть где-то более 15 лет. И это не совсем выгодно бизнесу. Вы знаете, что человек, который имеет деньги, он будет вкладывать туда, где он может быстрее сделать оборот, где получить другую прибыль и тому подобное. Здесь необходимо принимать условия, возможно, налоговые каникулы. Это надо просчитать и посмотреть. Так делали многие страны. Это освобождение от налогов на какое-то время. На какое-то время. Или в части. В части каких-то налогов. Понимаете? Нужно просмотреть. Потому что если не получает бизнес-развистник, и бизнес не заходит в город, ну, скажем таким образом, когда мы выиграли Олимпиаду, это было огромное событие, огромное счастье. И пик города был на высоте. Сколько стоили наши квартиры, которые продают высот? Они сразу слетели. Это сумасшедшие цены. Ну, как говорит, земля не продается, но все-таки имеет свою цену. И земельные участки, так скажем, имели тоже стоимость. Это все рекламируется. Огромно. Что мы получаем сегодня? После кризиса. Мы понимаем, что уже к той планке мы никогда не поднимемся. И мы пришли к реальности. А многие купили с целью перепродажи. И сегодня это все зависает, это все как бы остановилось. Необходима законодательная инициатива. Возможно, городское собрание выйдет законодательной инициативой. И это не то, что возможно, а нужно. Мы выйдем и будем прорабатывать эти вопросы. В эти законодательные инициативы, что те проекты, которые, допустим, земельные участки выделены, и они не реализуются. То есть эти участки должны заниматься и передаваться тем людям через торги, возможно, по другим условиям, чтобы на самом деле город получал то, что он должен получать. Город должен получать развитие, город должен получать налоги, город должен получать рабочие места. Это очень важно. И понимаете, я говорю, почему открытость? Когда будет понятно, открыто, когда будет ясна экономика, налоговая льгота, как я говорю, налоговые каникулы, тогда это будет интересно бизнесу. Тогда мы будем получать не только приток, допустим, федеральных денег, как представительство олимпиады и по краевых целевых программам, мы получим людей, которые заинтересованы вкладывать и развивать бизнес в городе Сочи. Если город Сочи пилотный проект, почему же не попробовать здесь? Продолжая тему развития курорта, хотелось бы прояснить еще вот такой вопрос. Все мы сочинцы, и администрация, я знаю, и, наверное, и вы депутаты городского собрания, все мы мечтаем о круглогодичной загрузке курорта. Как вы считаете, все ли делается для того, чтобы достичь этой цели? И если нет, то какие ресурсы мы еще можем использовать? Ну, я скажу следующее, что, конечно, мы все мечтаем о том, чтобы город работал круглогодично, это доходы. Турист, который приезжает в город, это наш кормилец. Это фактически все отрасли, связанные с курортом. Я считаю, что нужно принять программу развития города-курорта. В целом, да? Что мы курорт понимаем не только здравницы, отдельные стоящие отели, а курорт — это все. Это наши люди, это торговля, это дороги, это рестораны, это рапорты, это вокзалы. То есть человек, прилетающий в Сочи, он попадает на курорт. Курорт должен быть интересен всем. То есть я отдыхаю, допустим, в одном из наших санаториев, но мне интересно выйти в город Сочи. Здесь хороший шоппинг, хорошие магазины, есть неплохие рестораны, есть неплохие развлечения, куда можно пойти. Понимаете, как бы, вот это должно быть интересно. Да, может быть, боулинг, там клубы, неплохие настойнистые корты, которые необходимо проводить в порядок. То есть город, курорт, курорт — это в целом. Курорт — это то, что охватывает фактически все. И, естественно, рекламная кампания, она должна быть постоянной. То есть нельзя делать к летнему сезону или, допустим, к зимнему сезону. Кампания идет постоянно, она, допустим, имеет свои спады, подъемы и так далее. Но здесь нужно вкладывать большие деньги. И если на сегодняшний день вкладывается 50 миллионов, грубо говоря, рекламной кампании, эта сумма довольно-таки мала. Если мы брать будем города, с которыми мы пытаемся конкурировать, а мы сегодня выходим на эту планку, с учетом того, что Олимпиада даст вот этот у нас стимул, и фактически я скажу следующее, что 9,5 тысяч номеров от 3 до 5 звезд будет построено. 12,5 тысяч номеров будет реконструировано от 3 до 5 звезд. То есть мы получим довольно-таки мощную гостиничную, санаторную, курортную базу. И с ней что-то надо будет делать. И здесь нужен четкий профессиональный подход. И я считаю, что здесь необходимо посмотреть на кадры. Потому что говорят, все-таки кадры решают все. Мы эти слова помним, да? И когда приходит специалист своего дела, когда человек, который умеет делать, умеет начинать это дело и довести его до конца. Вот этот человек стоит очень дорого. И я думаю, что не надо стесняться, не надо только искать и в Сочи людей, надо проехать с Краснодарского края, с Российской Федерации и за рубежи. Потому что всему надо учиться. Анатолий Николаевич, последний вопрос, наверное, на сегодня, потому что время программы подходит к концу, но не задать его не могу, потому что сочинцы всех волнуют вопрос. Как они этим летом попадут на пляжи? Будут ли они открыты и в каком количестве? Я вам скажу следующее, что 35 пляжей, это муниципальных пляжей, сегодня город делает все для того, чтобы эти пляжи благоустроить при всех порядках. И если они будут переданы в аренду, то они будут переданы в аренду на хороших условиях, на тех, которые нужны для наших горожан. Вопрос очень серьезный, это наши санатории. Санатории федерального подчинения, они защитены законом, то есть как бы там они закрыты. Ну, примерно, санаторий Дежинского, санаторий Правда и так далее, да, это ведомственные санатории, туда попасть нельзя. С учетом контингента приезжающих людей. Но другие санатории, они должны и обязаны пропускать наших людей. Но в чем есть, я вижу, две проблемы маленьких. Это у нас очень узкая пляжная полоса. И естественно, конечно, то, что связано с Олимпиадой, нам необходима программа подсыпки наших пляжей. Много делается для Сочи, просить уже как бы неудобно. Но вот этот вопрос расширения пляжной полосы очень значим. Когда расширится полоса, можно будет и проходить, и свободно ходить по этим пляжам. Сегодня санаторий, который имеет пляжную полосу там 15-20 метров, она не решает проблемы. Решить проблему можно следующим образом, чтобы все-таки город, когда санатории не ведомственные, запускает людей на свою территорию, чтобы все-таки город представил какую-то льготу. Ну, какую льготу там своеобразную? Может быть, чуть-чуть снижение земельного налога. И тогда санатории пойдут на это. Они чем-то тоже сопротивляются, потому что они принимают отдыхающие, отдыхающие хотят отдыхать комфортно. Не все пляжи большие, не все как бы умещают людей. Дополнительный приток людей на пляжи, это как бы не совсем комфортно, да? И любые люди, которые приходят, за ними надо смотреть. Это спасатели, это же уборка и ряд других вопросов. Это обслуживание. То есть я считаю, что здесь надо садиться за стол переговоров и находить компромиссные решения. И как городу, так и собственникам, и так и генеральным директорам. Потому что, прежде всего, это нужно городу и нашим людям. И этот вопрос решить можно. Нужно все за стол переговоры. Будем надеяться, да, что этот вопрос действительно будет решен и будет решен, как бы взяли в пользу сочинцев. Ну а наше время, к сожалению, подходит к концу. И я знаю, что не принято поздравлять заранее с днем рождения, с юбилеем. Но ввиду того, что мы начали программу с того, что 12 марта состоялась первая сессия, будем считать, что поздравлять вас уже можно. И от всей души желаю вам удачной работы. Ну а самое главное, наверное, вам и всем депутатам городского собрания любви избирателей. На этом я прощаюсь с вами. Прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Вы смотрели программу «Пульс города». До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова